Нам в Русь сидящую пришло письмо от Алексея. Пишу вам, думаю, что от безысходности. Так сложилась жизнь, что в свои 36 лет угодил на 9 лет в тюрьму. Половину срока уже отбыл. Работал в такси, платил налоги, на жизнь не хватало. Погнался за легкими деньгами, связался с наркоманами, с ними и попал в тюрьму. Сам не употреблял, поэтому они за хранение на три года, а я за перевозку с целью сбыта 5 грамм на 9 лет 6 месяцев. На свободе у меня осталась семья, двое детей. Сыну 18 лет, дочке 6. Мама детей постоянную работу найти не может. Вы не подумайте, она не пьет, наркотики не употребляет. Но она опустила руки. Утонула в долгах. Сын, естественно, учебу бросил. Постоянно в поисках заработка. Образования никакого. Учился в коррекционной школе. В армию не берут. Дон и сам не желает. Говорит, мать пропадет. Надо помочь сестренка подымать, собирать в школу. В сентябре пойдет в первый класс. Чем она и будет собирать в школу, не знаю. Там постоянно растут задолженности за коммунальные услуги и даже за свет, который отключили. Тут и я, получается, просто отсиживаюсь. Помочь ничем не могу. Рабочих мест в колонии нет. Когда мы опубликовали это письмо, нам сразу дописали волонтеры и вызвались помочь семье. Отправить посылки с вещами жене и детям Алексея. Мы созвонились женой Алексея Риммой и поехали к ней с детскими вещами и продуктами. Семья живет в маленьком городке в 80 километрах от Москвы. Двушка с облупившимися стенами в кирпичной пятиэтажке на окраине. Общими усилиями Римма с сыном зарабатывают в месяц чуть больше 15 тысяч рублей. Этого с трудом хватает. Газ отключен до сих пор. Свет включили совсем недавно. Узнав историю Риммы, протоиерей Алексей Уминский помог оплатить счета за свет. Он же будет собирать для семьи вещи. Мы тоже будем отправлять одежду, необходимые школьные принадлежности. Алексей в письме для себя ничего не попросил. Но мы, конечно, отправим и ему продуктовую посылку. На это у его семьи точно нет денег. Посылки он не получал уже очень давно. Если вы можете помочь Римме устроиться на простую удаленную работу или подсказать Денису курсы, который мог бы окончить, чтобы иметь хоть какую-то специальность, напишите нам. Напишите нам, пожалуйста, на наш сайт zekofnet.ru. Ссылка под видео. Таких подопечных семей у Руси сидящей больше двухсот.